всем привет я на своей любимой кухне и готовлю к обеду первое блюдо вкусный суп с рисом оставайтесь со мной и я вам расскажу секрет своего вкусного супа для приготовления этого супа нам конечно же нужны овощи картошка морковь лук рис томатная паста сметана подсолнечное масло зелень конечно же щабель вы наверно будете удивлены а вот когда приготовим и попробуем тогда и удивимся с чего начинаем сейчас я хорошо промою рис картошку нарежем кубиками лук морковку томатную пасту и сметану обжарим на сковородке ну и смотрите как я это буду делать мне очень часто задают вопрос сколько литров ваша кастрюля моя кастрюля 4 литра бульона я наливаю на и на 3 литра когда сюда кладут овощи естественно получается вместо 3 4 литра полной кастрюли я варю на несколько дней ой как вкусно пахнет бульон вообще свинина вкусное мясо но я особо ее нет и стараюсь не есть потому что она жирноватая но иногда можно себе и позволить луковицу я нарезала небольшими кубиками сейчас ее отправлю на разогретую сковородку зажарку будем делать на подсолнечном масле рис я хорошо промыла смотрите что я еще делаю когда чищу лук я всегда отрезаю вот этот хвостик и кладу его ну вот на кухне у меня такая штучка есть для ложки кладу и пусть он у меня лежит и убивает вирус который летает по квартире а потом выбрасываю тем более сейчас такое время года надо чтобы все дезинфицировать вот я нашла такой способ наливаем сковородку подсолнечного масла сейчас она у нас нагреется и будем класть лук пока наш лук обжаривается сейчас мы быстро натрем на терку морковь здесь у нас варится мясо пахнет вкусно вкусно лук жарить до золотистого цвета не нужно так чуть-чуть чтобы он немножко стал мягким прозрачным и тогда будем добавлять сразу морковку пока наша зажарка жарится мы сейчас в кастрюлю с мясом опустим рис рис у нас должен немножко повариться у меня пропаренный вы можете любой какой есть чуть-чуть мы его поварим а потом будем добавлять картошку лук у нас слегка обжарился будем добавлять морковь и также немножко обжарим и морковку потом будем добавлять все остальное а все остальное это томатная паста и сметана все дадим чуть чуть морковки с луком соединиться чтобы они друг другу отдали свои ароматы много подсолнечного масла в сковородку я не лью я кстати когда сделаю зажарку чуть-чуть ее присаливаю чтобы овощи дали сок буквально где-то пол чайной ложечки может даже меньше чуть чуть если у кого нет томатной пасты переживайте есть морковь есть помидоры можете добавить помидор или маринованных или свежих или замороженных в общем все что есть у меня когда помидоров нет знаете я что добавляю вязались но в этом году я его не заморозила у меня нет то они вполне заменяют помидоры тоже кстати очень вкусными первые получают так жарся лук с морковкой мы будем дальше заниматься сейчас буду резать картошку ну что лук с морковкой слегка мы обжарили и сейчас добавим томатной пасты может ложку сейчас посмотрим сейчас мы посмотрим все перемешиваем может маловато а может и в самый раз все больше я не буду томатной пасты добавлять обжариваем и еще добавим в эту зажарку столовую ложку сметаны так будет вкуснее и еще хочу сказать пару слов о томатной пасте когда я покупаю пол-литровую банку я знаю что я ее всю не использую она просто испортится я делаю так перекладываю целлофановый пакетик и в морозилку и сколько надо мне я беру но в этот раз у меня только тушеная капуста то щита борщи то супы принципе она у меня и долго и не залеживается в холодильнике в этот раз купила я пол-литровую банку но еще может потушу капусту еще раз сварю борщ и все а так чтобы она не пропала я ее замораживаю картошку нарезаю кубиками и отправляем в кастрюлю зажарочка наша уже почти готова сейчас добавлю сметану и все и можно добавлять в кастрюлю сметана у меня 15 процентная хорошую такую ложку с горкой снова все перемешиваем еще и вкусный рецепт красного борща там тоже добавляется сметана рис у нас сварился до полу готовности сейчас будем в кастрюлю добавлять картошку и пусть наш суп варится добавим сейчас зажарку она уже тоже у нас готова газ я выключу это свиные ребрышки мяско я отсоединил от костей как вкусно пахнет и морковью и луком и сметаной и томатной пастой и мясом целый букет витаминов добавили картошку зажарку дадим повариться минут пять и будем добавлять щавель и всю зелень лук петрушку сельдерей у кого что есть у меня например укроп и петрушка так не забудьте посолить соли добавляйте столько чтобы не пересолить потому что мы зажарку подсаливали пробуйте на свой вкус лучше не досолить чем пересолить я вот сейчас сразу попробую нужно немножко добавить соли сейчас я подсалю чтобы было вкусно суп наш почти готов и сейчас добавим щавель щавель у меня замороженной я пришла к такому выводу в банках больше закрывать его не буду лучше заморозить в нем больше витаминов сохраняется он так полезнее чем в этих банках почитайте почему в банках нельзя закрывать щавель о сколько много не жалко мне его так сейчас остальное еще надо с тарелки выложить конечно же сюда обязательно добавлю лавровый лист сейчас еще достану это стебли укропа еще сейчас сюда добавлю петрушки и в конце вареные яйца а может даже и сюда разобью размешаю их и вылью посмотрю как получится или в тарелку каждому добавила лавровый лист и петрушки петрушку меня замороженная все через пять минут наш суп готов и можно подавать к столу яйцо я отварю и положу каждому в тарелку так что готовьте разнообразное первое блюдо чтобы вашим близким не надоедал например красный борщ нет есть любители вот красный борщ и ела годами щи а саша больше любит супы меню должно быть разнообразным на любой вкус один одним нравится то другим другое третьим третье чтобы всем угодить нужно иметь фантазию и выготавливать всего много и вкусно и полезно вот чем не витаминный суп витаминный овощей сколько я вот лично для себя такой суп сварила без мяса но коль у меня в холодильнике были было рагу свиное я решила им воспользоваться и приготовить мясной суп все через пять минут выключаю накрываю крышкой и все и до встречи за обеденным столом суп готов можно подавать к столу ну подачу я наверное вам покажу когда будем обедать всем привет у нас обед нахлопотались я полдня на кухне готовил обед сейчас буду дегустировать свой суп это сашина порция это моя саш покажи поближе как выглядит суп горячий горячий суп выглядит очень даже аппетитный вкусные горяченькие вот к обеду у нас бутерброды это ржаной хлеб бородинский и как я вам вчера показывала как-то видео мы покупаем такие закуски мясные здесь шпик мясо приправы шпик 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 горький перец у нас есть саша всегда есть его и к чаю нас халва конфеты всегда стоит варенье малиновое или какое любое мы чай пьем еще и с вареньем приятного аппетита попробуйте приготовить суп по моему рецепту я думаю вам очень понравится и напишите свои отзывы до скорой встречи на нашем канале